Всем привет, ребята! Прошедшая неделя подарила нам целых два тура АПЛ, где Вилла пропустила 7 мячей, Челси 5, АМЮ не только получил своего рота шестерку, но еще и стал участником двух эпик матчей. В серии Айвенту в своем фирменном стиле победил впервые за 5 матчей. Милан снова феерил в атаке, в отличие от Аталанты, которая без Миручука на поле уступила Кальгене. В Бундеслиге Байеру осталась одна победа до коронации, а вот Дортмунд усложнил себе борьбу за топ-4, проиграв дома Штутгарту. Во Франции Брест и Монако в борьбе за лигу чемпионов сохранили мини-отрыв от идущего четвертым Лиле. В этой дивизии Фейнорд нанес Аяксу самое крупное поражение в истории. В Шотландии Глазго и Селтик выдали праздник футбола со счетом 3-3, а в Португалии Бельфика проиграла еще один матч принципиальному сопернику, теперь вот спортингу. Ну а в РПЛ во втором туре подряд один и тот же антигерой. Это кипер Динамо Лищук, который до этого привозил с Ростовом, а теперь подарил два гола Спартаку. Пожелаем ему справиться со свалившейся неприятной популярностью. Начинаем наш ассемблинг. Кто не знает перевода этого слова, обращайтесь к Сашу Ткучуку. И место в воротах отдаем новому топ-киперу атлетика Хулину Агеле Сабале. В финале Кубка Испании с Мальоркой 23-летний вратарь тащил и в основное время, и в дополнительное. Ну и главное, отбил удар после матчевой серии пенальти, внеся весомый вклад в завоевание трофея. В защите слева сыграет Серхио Ригелон, под руководством Томаса Франка в Брэнфорде, наконец-то начавший обретать свою лучшую форму. В веселом поединке с Астон Виллой испанец двумя ассистами помог команде совершить камбэк и превратить 0-2 в 3-2. Правда, пчелы в итоге не смогли удержать победный счет и пропустили ближе к концовке. На правом фланге выйдет Женя Катаму из спортинга, проведший прекрасный матч с Бенфикой. Он закрыл всю бровку и очень круто проявлял себя в атаке. Завершил атаку на первой же минуте, а потом уже в добавленное время забил победный мяч команды после отскока с углового. Берем парня на карандаш и ждем в топ-чемпионате. Кстати, чемпионат Португалии вы можете смотреть на канале Старт. Поищите у себя телепакет. В центр берем Хироки Ито, очередного таланта из Японии, который, как и Эндо, раскрывается в Штутгарте. Парень провел очень солидный матч в гостях с Дортмундом, выдержал давление на втором этаже от Фюлькруга, никому не позволил себя обыграть один в один и вовремя выносил мяч из штрафной. Япония прям стала штамповать качественных футболистов. Это вам не времена на Каты и на Камуру. Сейчас классные игроки оттуда, ну прям везде. Кстати, в телеграмме Мяча вышел подробный текст про игрока, так что если хотите узнать о сильных качествах и перспективах Ито, заглядывайте по ссылочке внизу. Рядом сыграет Габриэл из Арсенала, который по ходу сезона выглядит не хуже Салибы и образует с ним непроходимую пару. Между прочим, канониры пропустили меньше всех в АПЛ и всего дважды за последние 8 матчей. На неделе бразильец помог оформить сухари с Лутоном и Брайтоном, выигрывая верх и подстраховывая Зинченко на левом фланге. А еще заметим, что Габриэл стал гораздо увереннее действовать на мяче. В этом сезоне парень совершил мегапрогресс. Переходим к центру поля. Здесь отмечаем Ессина Адли из Милана. Пока все говорят о Тео, Лиао, Пулешиче и других, 23-летний француз также становится важным игроком Россонери, что подтверждает матч Лечи, где он сделал на голову больше всех касаний и передач, стал вторым по отборам и отдал два ассиста. Его пара с Рейнерсом или Бенассером кажется очень интересной в перспективе следующего сезона. Рядом с ним разместим Супер Дебрюни. Я не могу назвать бельгийца по-другому после того, что он сделал с Кристал Телос. Сам положил крутой мяч, отдал мегапас на Холланда в первом тайме, когда норвежец не забил. Во втором снова создал момент для Эрлинга, и тот все-таки отличился. Ну и четвертый гол команды оформил тоже Кевин, став главным героем встречи. Был еще у Сити матч с Астен Виллой, где индивидуальный перформанс выдал уже Фил Форден. Его мы тоже берем в старт. Англичанин оформил хитрик, причем каждый из голов выдался на заглядение. Забил за штрафного, в касание под штангу после паса от Родери, ну и пушкой в девятку и за штрафное. Фил настолько хорош, что по версии Голком входит в тройку фаворитов на золотой мяч. Ну а по словам Пеппа, претендует на MVP сезона в АП. Ну и довершить нашу конструкцию ромба в полузащите Коул Паумер. Думаю, эта позиция ему нравится, ведь на мой взгляд он больше десятка, а не вингер. За два матча на неделю с МЮ и Шеффилдом англичанин оформил 4 результативных балла. И даже страшно представить, где бы находился Челси без этого парня. Саше уж точно об этом не хочется думать. Он, кстати, расскажет подробнее об огненной форме Коулу Паумера. И, наконец, наша пара нападающих. Первый здесь Лоис Оппенда из Лейпцига, который вернулся на свой топовый уровень начала этого сезона. В гостевой игре с Фрайбергом он сделал аж 4 гола для команды, оформив 2 плюс 2 и показав свои лучшие качества, силовую борьбу, скорость и классную реализацию. Остаемся в Бундеслиге и воспользуемся шансом взять в основу нападающего из Хайденхайма. 28-летний Тим Кляйндинст уже второй тур подряд оформляет дубль в ворота топов в Бундеслиге. В прошлом туре Штутгарту, а в этом Баварии. Немец забивает обеими ногами, головой и уже наклепал 11 мячей за скромную команду. Так что прошу любить и жаловать, как говорили классики. Вот такой состав получился с любимой схемой Анчелотти времен Милана. 4-4-2 ромб. Я очень постарался, чтобы здесь были игроки не только из АПР. Но и мне очень нравится наш центр поля с балансом качеств, возраста, созидания, скорости и нестандартного мышления. Жаль только, что из-за Гвардиолы мы вряд ли уже увидим тройку Дебройне, Фоден, Палмер в реальной жизни. Тренерам недели предлагаю назначить Адди Хютера, первого за долгие годы наставника Монако, который смог привнести дисциплину, умение играть на результат и желание выкладываться в каждом матче. Показательным получился матч с Реном, где они на 46 минуте получили удаление, но все равно смогли удержать победный счет. А еще Хютер раскрыл так много футболистов за сезон, что главное теперь их сохранить на следующий год. Это их защитник Синго, Вандерсон, перезагрузившийся Минамино и многие другие. Теперь время рубрики от фона со списком главных матчей недели. Ну что, друзья, наступает жаришка. Четвертьфинала Еврокубков. Сегодня в Лиге Чемпионов встретятся Арсенал Бавария и Риал Ман Сити. Завтра ПСЖ Барса и Атлетико Баруси. В Лиге Европы выделяю противостояние Милану Ромы и Ливерпуля с Аталанты. В выходные же порадуют нас чемпионским матчем в РПЛ между Краснодаром и Зенитом и поединком команды 105 АПЛ. Арсенал примет Астон Виллом. Напоминаю, что мы с друзьями из фона продолжаем розыгрыш новой формы сборной России с автографами ее игроков. Подробности в нашем телеграме. Поторопитесь, итоги подведем уже скоро, после 10 апреля. Ну а в список запасных откроет очередной яркий талант из эридивизии. Вингер Фейнорда Янкуба Минте. Он вместе с партнерами замучил прессингом обороны Аякса и уже в первом тайме оформил гол плюс пас. А второй тайм украсил свой перформанс очень красивой дугой в дальний угол. При этом парню всего лишь 19 лет. Второй здесь Кай Хайверт с парой голов и ассистом в двух играх на неделю. Хочется отдельно отметить возросший темп немца по результативным действиям. С 17 февраля он набрал уже 9 баллов. Тогда как за весь сезон до этого у него было всего 6. Респект. Just respect. Третий Серу Гераси. Его победный гол в ворота Дорманда, позволивший Гвинейцу повторить рекорд Марио Гомеса по голам за штуку. Серу мы тоже похвалим за классную форму. После спада в конце прошлого года он вновь начал стабильно забивать. Пяти матчах подряд не уходит с поля без гола. А в семи последних встречах отличился 7 раз. Предпоследний в нашем списке Ромен Дель Кастио. Какой же топчик этот парень из Бреста. В команде, где все выстроено и работает как часы, он очень сильно выделяется индивидуальным мастерством. Первая голевая француза в матче с Мецем – яркое тому доказательство. Ну и к тому же Дель Кастио – один из лучших в лиге по созданным моментам для партнеров. Замкнет список Бруно Фернандо. На неделю он принес пользу МЮ подключениями в атаку и классным поставленным ударом. Отличился и с Челси, и с Ливерпулем, нанеся первый удар своей команды аж на 50-й минуте. Его вы еще увидите. А еще против парней Клопа отпахал сзади, сделав 5 выносов и 3 отбора. Голосуйте за главные наши скамейки по ссылочке внизу. И настройтесь послушать Сашу и его дайджест самых интересных событий. Всем привет. На неделе демотивированная Бавария продолжила удивлять. И впервые за 24 года проиграла дебютанту Бундеслиги. С Хайденхаймом ввели 2-0 к прерыву, но пропустили 3 во втором тайме. В таблице мюншенцев уже догнал Штутгарт. Но на третьем месте конфликты с фанатами. Экс-тренер киевского Динамо Александр Хацкевич с января работал в польском Заглембе. И надо сказать неудачно. Ноль побед в шести матчах и плохие отношения с игроками. СМИ писали, что белорус обращался с ними как с мусором. Фанатов ситуация не радовала, так что на неделе они пришли на базу. И, как пишут польские журналисты, избили тренера ногами. Правда, это отрицает агент Хацкевича и говорит, что между его клиентом и болелами состоялся только лишь жесткий разговор. И по итогу Александр подал в отставку. А вот в Испании с юным фанатом поскандалил Индиго Мартинес. Когда игрок выезжал с базы Барселоны, какие-то пацаны снимали его на камеру. Один из них даже назвал испанца тупым. Мартинес услышал это, вскипел и выскочил из машины. Это был последний раз, когда ты назвал меня тупым, понял? Последний раз. Твоего друга это тоже касается. Я тебя предупреждаю. Борзый пацан с сигаретой в руках и с пученными штанами попытался покачать права, но его в итоге оттащил друг. А Мартинес напоследок бросил. Не провоцируй, твою мать! На самом деле, нахождение возле базы вот таких недалеких персонажей стало для Барси проблемой. Провокаторы уже выводили из себя канцелу, загораживали проезд Умтити и даже грабили Ливандовского. Так что в клубе после случая с Индиго обратились в полицию для охраны базы. Глупым и грубым болельщикам из Испании и Польши по минус 40. На втором месте саботаж от Фенербахче. Клуб продолжает бастовать против турецких футбольных властей после скандала с нападением болельщиков Трапзонсфора на своих игроков. Идею с выходом из местной лиги боссы клуба пока отложили и стали действовать другими способами. Перед матчем Суперкубка с Голдсараем руководство Фенербахче заявило, что сыграет основы, только если матч будет обслуживать иностранная бригада судей. Федерация отклонила требования, и Фенер решил саботировать встречу. Вообще не приезжать на игру было нельзя, чтобы не получить дисквалификацию на следующий Суперкубок, поэтому в клубе придумали следующее. Заранее сказали болельщикам, чтобы те не покупали билеты. Оставили основной состав на базе, а на игру отправили молодежку, которая еще днем проводила свой матч. Парни пропустили на первой же минуте и сразу ушли с поля. А Голдсарай решил необычно отметить победу и устроил двухсторонку против своего запаса. Судьей стал помощник тренера. Полнейший сюр вместо топовой зарубы местных грандов. Все-таки турецкий футбол удивительная штука. Посмотрите на выезд про типичную встречу этих команд. Офигеете. А всей этой абсурднейшей ситуации минус 100. И на первом месте продолжающееся падение на дно Бензима в Саудовской Аравии. К интригам и скандалам Карима в новой лиге вне поля мы уже успели привыкнуть. Ссоры с тренерами, пропуск сборов, желание покинуть клуб зимой, все это вы знаете. А вот неудачная игра француза на поле это что-то новое. Ведь до этого Бензима хоть и токсил, но продолжал забивать. Сейчас же голевая засуха суперзвезды Саудовской Аравии растянулась аж на 8 матчей. Да, в понедельник Карим наконец-то отличился, но это особо ничего не меняет. В Европе за такую серию критиковали бы любого более-менее нормального форварда. А тут недавний обладатель золотого мяча с зарплатой в 100 лямов молчал несколько месяцев, играя в откровенно слабой лиге. Так еще и умудрился за этот отрезок два раза не реализовать пенальти. Это уже реальное дно, хуже некуда. Но меня еще больше удивляет реакция Бензима. Я не могу выигрывать матчи в одиночку, мне нужна помощь на поле. Прикиньте, то есть пару лет назад ты как раз-таки чуть ли не в одиночку тащил Реал в плей-офф Лиге Чемпионов, а теперь играй в команде Чемпиони, чтобы забивать в матчах против защитников стоимостью по 100-200 тысяч евро. Тебе нужна помощь? Хотя с тобой в центре поля и так играют Фабиньо и Канте. Очевидно, что француз лукавит и просто пытается оправдаться. Уверен, что скилл у него никуда не делся, а вот мотивация, видимо, совсем испарилась. Неясно, чем именно Бензима разочаровала местная лига, или, может, даже сама страна, но понятно, что игра в Саудовской Аравии не приносит ему удовольствия. Оттого страдают и его результаты, и команды. Действующий чемпион Аль-Итихат, видимо, даже не попадет в тройку по итогам сезона. Бензима за ужасный футбол и потерю любой мотивации минус 200. Теперь поговорим о хорошем. Роналду был признан игроком месяца в Саудовской лиге и оформил два хет-трика подряд. Причем в матче с Абхой запил сразу два мяча со штрафных. Второй еще и очень красиво. Вот с кого Бензима надо брать пример. А Саудовский круто начал в Китае, одержав пять побед из пяти и сделав Шанхай и Шэньхуа главным фаворитом чемпионата. Но на третьем месте радостная для меня позиция. Это оживший Челси и превращающийся в одного из лучших игроков мира Кол Палмер. Лондонцы не проигрывают уже в семи матчах подряд. Впервые с октября 2022. Пока Лассант все продолжает шутить над мифической нижней частью таблицы, синие уже находятся в пяти очках от зоны Еврокубков, имея при этом матч в запасе. И да, вы скажете, что на неделе команда потеряла очки с Шеффилдом в концовке. Но зато до этого героически обыграла МЮ. Уступали 2-3. Но в концовке на 99-й и 100-й минутах вновь зарешал Палмер. С Шеффилдом, кстати, он тоже отличился в итоговом протоколе, оформив ассист. По итогу в последних шести матчах у Кола 7 плюс 4. А на дистанции всего сезона он входит в шестерку лучших игроков топ-лиг по гол плюс пас. Так что на фоне в целом ужасного сезона, нынешняя серия клуба и форма Палмера очень радуют и обнадеживают. Челси и лично Колу плюс 99. На втором месте кубковые успехи клубов. Леон, который воспрял во второй половине сезона, в одной-второй кубка Франции обыграл Валенсиен. И впервые за 12 лет вышел в финал турнира, где сыграет с ПСЖ. Аутсайдер второй бундеслиги Кайзер Слаутер сотворил одну из главных сенсаций сезона, добравшись до решающего матча немецкого кубка. В одной-второй команда выбила тоже удививший всех Сар Брюкин. А в финале встретится с Байером. Но главный успех недели принадлежит Атлетику из Бильбао. В субботу в Севилье-Басте били за кубок короля с Мальоркой. Пропустили первыми, отыгрались во втором тайме, безуспешно давили, пытались забить. И в итоге дело дошло до серии пенальти. Там Атлетик реализовал все свои попытки, а соперник дважды промахнулся. Есть первый серьезный трофей за 40 лет. Как же долго они этого ждали. Воспитанник и легенда Атлетика Иньяки Уильямс, не раз отказывавшийся от перехода в более сильные команды, рухнул на газон и заплакал. Не менее знаковый для клуба тренер Эрнеста Вальверде хватался за голову, не веря в свое счастье. А десятки тысяч болельщиков в самой Севилье и в Бильбао, на заполненной домашней арене, где был организован просмотр финала, обнимались и сходили с ума. После триумфа в 1984-м Бильбао шесть раз уступал в решающем матче за кубок Испании. И вот теперь проклятие наконец снято. Причем в сезоне, когда у клуба скромный состав, но за счет страсти и самоотдачи баски показывают действительно крутой футбол. Очень справедливо и заслуженно. Тем более, что до этого Атлетик прошел в кубке сильную Барселону и Атлетико Мадрид. В общем, Бильбао, а также Леону и Кайзер Слаутерну по плюс 300. Ну а теперь первое место, и это очередная мини-фан-зона. А это резервный Киперман-Сити Артега в матче с Крисел Пелос, вообразивший себя Рональдиньо. Это вратар-неудачник из Уэльса, проскользнувшийся во вратарской и пропустивший нелепый гол. Пусть еще скажет, что ему плохой газон помешал. Ну, вечные отговорки, а? Это Мауро Икарди, который после победного гола решил побыть оператором клубного медиадела. Это другая звезда турецкой лиги Марио Балателли с еще одним прикольным празднованием. После гола в Фенербахче в Марио прилетела зажигалка, которую он поднял с газона, сделал вид, что поджигает сигарету и закурил. Хорошо, что Балла не скинули с трибун петарду или фейерверк, а то мы знаем, чем бы это закончилось. Это Паула Дебала, который во время римского дерби, после того, как Гендузи схватил его за горло, потроллил француза, показав ему щиток со своим фото с Кубком мира. Ну а самое крутое видео недели сняли на канале Архиз24 из Карачаева, Черкесии. Их оператор Ливан Дзадзамия, но очень похож на Дидье Дешама. Чем на канале воспользовались и к первому апреля выпустили сюжет, в котором якобы главный тренер сборной Франции прилетел в Черкесск, чтобы заценить игру местного нарта. И это все на полном серьезе показали по местному ТВ. Пока шла тренировка, звездный гость вместе с тренерским штабом внимательно следил за игроками, охотно давал им советы и оценивал их уровень. Футболисты нарта очень высокого уровня. Я впечатлен их техникой и их физической подготовкой. Они на уровне лучших лиг мира. Думаю, команда в этом году выиграет свой турнир. А особенно Дешаму понравился футболист Эльдар Тхакоков, напомнивший ему одну из звезд трехцветных. Теоретически в сборную Франции я бы взял игрока под номером 19. У него очень хорошие данные, он быстр, умен, отличная техника. Напоминает Антуана Гризмана. Ну гениально же. Оператор для ролика даже выучил текст на французском. По-моему, лучшая футбольная шутка к 1 апреле за несколько последних лет. Кстати, на прощание Дидье Дешам пообещал вернуться еще раз. На сей раз с Зинедином Зиданом. Всем героям позиции по плюс 500. Так получилось, что список лучших сегодня будет состоять только из игроков АПЛ. Начнем с кипера Берли Арианетта Мурича, который совершил футбольное преступление в матче против Эвертона. Так подводить команду в игре, где можно заработать спасительные очки, просто нельзя. По породе поругаем защитников Астон Виллы. В центре Диего Карлос Лангле, а потом и с Пау Торосом. И по краям Динни Конца не особо помешали Сити и Брэнфорду забивать им голы на любой вкус. 7 пропущенных мячей и 33 допущенных удара. Это, конечно, печально. Особенно для команд Эмери. Хотя нужно сказать, что и центр поля во главе с Дугласом не особо-то им помогал. Далее выплеснем хейт на всех полузащитников Эмью. И тут дело не столько в личностях, сколько в отсутствии игры как таковой у команды на этом участке поля. За две встречи они позволили соперникам нанести 56 ударов по своим воротам. Что с Челси, что с Ливерпулем не было ни контроля мяча, ни отбора, ни плотности в обороне. В этом году Юнайтед допускает по своим воротам в АПЛ в среднем 23 удара. Тенхат, тебе не стыдно? Ну и в атаке пожурим Ливерпуль. Все же видели бешенство Клопа из-за ужасной реализации моментов и его недоумения в интервью. От того, как команда умудрилась не обыграть Эмью. А все потому, что в первом тайме несколько раз Салах, а во втором тайме Нунис в тот же Салах не забили, когда должны были, и оставили сопернику шансы на камбэк. Что в итоге и случилось. Хорошо, хоть что в концовке заработали пенальти, правда и тот был сомнительный. Ну а вас я попрошу выбрать худших игроков в нашей теле. Лучшим футболистом прошлой недели с отрывом в 1% от Лиао вы признали Родриго. На звание MVP в этот раз претендует Коул Палмер, Кевин Дебройне, Луис Опенда и Фил Фоуден. Очень интересные голы подарил нам эта неделя. Начнем с мяча от Коби Майну в ворота Риверпуля. Это было изумительно. Далее здесь чудо-удар от Уорда Прауза в матче с Луэрхэнтером. Но не каждый день забивают прямым ударом с углового, тем более в АПР. Отмечаем удар на отмышь в девяточку от Политана в игре с Монцией. Далее еще один мегавыстрел. Теперь от Фоудена в ворота Астон Вилл. Ну и закончим это все шедевром от Бруна. Так быстро сориентироваться и точно положить мяч с центра могут только мастера в хай-класс. Определить автора лучшего гола и главного игрока недели предстоит вам в телеге Мяч Продакшн. Ну и там же заодно советую глянуть дополнительный топ красивых мячей и список самых ярких цитат. Этот выпуск, как всегда, провели вас Сан Балан и Саша Равлев. Обязательно проставляйте лайки, пишите прикольные комментарии, подписывайтесь на мою телегу, ну и болейте за своих в ближайшие Еврокубковые ночи. Ну а если болеть не за кого, то радуйтесь хотя бы тому, что у вас есть Коул Палмер. Да, Сашенька? Пока! Субтитры сделал DimaTorzok